В бюджет Казахстана поступило около 3 миллиардов тенге за счет налога на Google, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов. Он действует в Казахстане с начала года. Так и называется НДС в размере 12% за товары и услуги, которые иностранные компании реализовали физическим лицам на территории республики. Но не только этот вопрос поднимался на брифинге в Комитете госдоходов, но и другие не менее важные моменты касательно уплаты налогов. Налог на Google или, как правильно, налог на добавленную стоимость – это налогообложение иностранных компаний, предоставляющих товары и услуги для казахстанцев в интернете. Он был введен еще в начале года и на сегодня имеется 30 таких компаний. Ставка налога является 12% для отечественных налогоплательщиков. Регистрация проходит очень легко. То есть мы максимально старались упростить процедуру регистрации, и поэтому она называется условная регистрация, для которой необходимо только направить письмо в адрес комитета. Еще также необходимо указать при наличии merchant ID. Уникальный набор цифр, которые присваиваются именно продавцам. Направляется письмо в адрес Комитета госдоходов, и наши сотрудники уже проводят условную регистрацию. Дополнительных действий не надо. Для них также максимально упрощен момент, связанный с подачей декларации, их по сути нет. Налоги платят до 25 августа, и мы не пионеры по налогу на Google, он применяется во всем мире. Возьмем Российскую Федерацию, там уже данный налог работает с 2017 года. Республика Беларусь именно по услугам тоже работает с 2018 года. И уникальность нашей модели заключается в том, что мы покрываем, ну, наша модель покрывает и услуги, и товары. Но что касается наших налогоплательщиков, то тут без проблемных моментов не обойтись. Например, бездействующие налогоплательщики – это ИП и другие юридические лица, а попадают в список бездействующих, если в течение года со дня срока не предоставляют налоговую отчетность. Юрлицы по корпоративному подоходному налогу – индивидуальные предприниматели за то, что не предоставили декларацию на игорный бизнес по фиксированному налогу, а также те, кто в режиме упрощенной декларации. В этом году у нас признано порядка 11 180 налогоплательщиков бездействующими. Эта цифра, конечно же, ежегодно у нас уменьшается, как я отметила ранее, так как налогоплательщики у нас своевременно исполняют налоговые обязательства, что, конечно же, уменьшает у нас цифру плательщиков, которые в этот список попадают. Интересный момент, связанный с войной в Украине и наплывом россиян в Казахстан. Как оказалось, они вполне могут приехать и открыть свое ИП на территории Казахстана, но только если есть вид на жительство. Такое же право имеют граждане Кыргызстана, Таджикистана, Белоруссии и Армении. А вот остальным это запрещено.